Доброе утро! Девчонки у меня с утра заказали креветки. Будем готовить сегодня на обед или на ужин. Честно говоря, даже не знаю, когда они домой придут. Самое сложное, а почистить креветки. А приготовить их 10 минут. Я уже воду поставила на спагетти. Единственное, но у меня нету оливкового масла. Я уехала есть? Купили? Нету. Я уехала, сказала, но я не думала, что... Нет, нет, мам. Я последнее оливковое масло ложила в салат со свеклой, который делала. Ну ничего, сделаем с растительным маслом. Побольше сливочного положу и все. Все равно будет вкусно. В гостях хорошо, а дома лучше. Выезжали вчера. Снег был. Я думала, что аэропорт закроют. Честное слово. Или рейс задержат, или что-то будет. Ну все, все удачно сложилось. Тоже, когда домой настраиваешься, знаете. С минвод я летела на аэробусе, а в этот раз назад летели. Самолет такой маленький был, тесный. Столько людей. Ручную кладь некуда было класть. Полетела с сумкой, мам. Господи. Мне зять специально купил маленький чемоданчик. На колесах. Ну он как ручную кладь его можно использовать. Почему я его не взяла, я вообще про него забыла. А в сумке у меня что, одна кофта была и косметика была. Ну практически ничего в сумке не было. Какая она тяжелая была. Короче говоря, такой аэропорт большой. Я пока дошла, чуть не умерла. И там уже в конце, у меня наверное такой вид был. Умирающий. Мне один парень помог чуть-чуть сумку донести. Это, девушка, вам помочь? Я говорю, ну думала, скажешь, да нет, спасибо. Я сразу сумку умеру, большое спасибо. А меня встречали на выходе. Он говорит, ну, вас довезти. Я такси уже это вызвал. Все, я говорю, нет, спасибо, меня встречают. Он говорит, да не беспокойтесь. Типа это, я говорю, нет, нет, спасибо большое. Это, я такой вид замученный, уставший был, что спасибо ему огромное. В который раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей. Порядочных много еще. Не красота спасет мир, а доброта спасет мир. Я всегда тоже так говорила. Знаете, я когда летела в Москву, напротив меня сидели, три бизнесмена сидели. Ну, два сидела начальника, а второй, видать, менеджер был, мам. Ну, в самолет садишься, шум, гам, дети там, молодежь разговаривает. А эти, ну, там двое взрослых мужчин было. Один мужчина был, ну, так, помоложе, скажем. И это, через каждые 15 минут заказывали джин. И за час так набрались. Ну, как сначала разговариваешь нормально, а, естественно, когда чуть-чуть примешь, голос повышается. И вот они так интересно разговаривали, что весь самолет замолчал и стал их слушать. Это так смешно. Надо было, как закончили, говорить, как аплодисменты. Я в WhatsApp даже в сториз выложила, ну, так, фото. Он там, знаете, ноги вальяжно вытянул в проход. И у него были такие темно-бордовые носки и такие туфли красивые, дорогущие. Но я так потихоньку не могла ни снять, ни поделиться этим. Короче, они засаживают поля. И выбирают, где им сейчас засаживать. Или в Казахстане, или в Кыргызстане. Поля ищут. И менеджер рассказывает этим своим. Ну, они, по всей видимости, начальники его. Рассказывают. Рядом три поля. Кукурузу, по-моему, сажали. Первые два года снимают двое. У них, они уходят в минус. Третий идет в плюс. Второй год сажают, уходят в минус. Тот идет в плюс. Третий, четвертый год они не сажают. А тот как сажал кукурузу, так и сажает кукурузу. Те в недоумении. Почему? То же самое. Это природные условия. Все там. Удобрения одно и то же. Почему, говорит, мы уже второй год, третий год не можем себе позволить? Поднять квадрокоптер. Посмотрели, а у него там по периметру кукуруза в середине, короче говоря, камень. И так они интересно разговаривали, что потихонечку, знаете, по неволе, ну, слушала. Свидетели. Да, они прямо напротив меня сидели. И так интересно, потихоньку весь самолет так затих. Начали слушать, о чем они рассказывают. А, они уже, знаешь, чуть-чуть подвыпившие, языки развязались. Уже стюардессы ходят и улыбаются. Короче, перелет в Москву был интересный. Если все будет хорошо, возможно, на водгодние каникулы тоже все проведем в Москве. Ну, посмотрим. Загадывать не будем. Это у меня то Чечня, то Москва. На Новый год столько планов. Посмотрим. Солен, перчим. Так, я не взяла каен, это у нас сладкая паприка, да? Нет, это у нас не сладкая, это у нас острый перец. Креветки любят красный перец. Солим. Главное не пересолить. Немножко тоже черного добавлю перца. Любые травы можно добавить. Итальянские, прованские. Я добавляю базилик. Достаточно будет. Так, вытащила сухой чеснок. Потом передумала. Добавлю свежий чеснок. Но порежу его, крупно порежу, чтобы потом его было легко удалять. Так, надо поехать. Масло сливочное купить, оливковое масло купить. Поняли, да? Кто в доме главный едок. Меня дома нет. Сливочное масло дома никому не нужно. Оливковое масло дома никому не нужно. Мои любимые продукты. Сейчас пойду куплю. Как раз будет пока 10 минут мариноваться. Я быстренько слеталку. Попробуем. Масло. Вымешиваем. И оставляем мариноваться. Если есть время, можно даже на час, на два оставить. Вкуснее будет. Все, переключимся. Я в магазин. Так, я сегодня с обедом что-то, если честно, припозднилась. Уже время пол третьего. У меня еще обед не готов. Так, сейчас мы быстренько. Попробуем еще сливочное масло. Сейчас 5 минут. И опять будет готов. Сливочное масло. Спагетти у меня уже готовы. Откуда повезло? Кирожки могу сделать. Без палитра. Я. Попробуем. Так, это вам на завтрак ставить. Пускай остался. Нам в холодильник запить. Это завтра с яйцами немножко пожарить. Добавляем белого вина. Сейчас минутку выпариться у нас спирт и добавляем спагетти и все готово. Ты будешь нам в плачере? Я уже подключила. Войму же, как тебе с любимой. Я уже подключила. Готова. Включай. Включай. все девчоночки мы садимся обедать все кто с нами всем приятного аппетита сейчас быстренько пообедой мы будем яблоки сушить процесс уже без меня начался сестра уже начала сушить яблоки думаю они меня как раз приеду и и начну сушить а тут уже процесс идет ой покушала так хочется кофе выпить и полежать сейчас кофе себе сделаю наверно с яблочками выпил если не надо чуть повкуснее у нас конфеты вкусные есть мам кофе хочу с вкусными конфетами бабаевскую не хочу какие а трехеля нормально темный шоколад тоже пойдет так я отключусь а то у мамы там телевизор горит сейчас кофе сделаем выпьем и начну яблочки резать а знаете что хочу всех поблагодарить им за просмотры и за лайки на шоксе чеченская лесгинка оказывается это не чеченская лесгинка нет неправильно говорю не лесгинка а танцевали не чеченцы ингуши я назвала чеченская лесгинка я просто не знала кто танцует подумала что мужчина чеченец танцует ну ошиблась просто очень много комментариев и очень много пишут это не чеченец это ингуши вы один народ войнахик ну для меня сильно большой разницы нет мужчина чеченец или ингуши станцевал он шикарно на танец его пригласили шикарно всем понравился одна девушка написала господи я уже устала этот танец лайкать если честно я до того как выложить его к себе на страничку раз десять тоже пролайкала мне так понравился этот мужчина что я решила что он должен быть у меня в ленте шикарно конечно станцевал от души большое вам спасибо за активность под этим шерцом большое вам спасибо смотрите и наслаждайтесь потому что я когда смотрю я получаю такое удовольствие я его раз тоже наверное пересмотрела честное слово а еще пишут хотим продолжение этого танца я тоже хочу я уже просила если кто знает эту свадьбу чтобы скинули мне я с удовольствием бы выложила весь танец я тоже хочу но не то что не могу найти я и не ищу так его на просторах ютюба просто вот этот кусочек понравился я решила его с вами решила им поделиться с вами так что-то тут прилипают яблочки ножик надо наточить взяла точилку все приехала домой острые ножи остались в Москве надо будет взять и попросить на выходные чтобы он ножи подключил маленьком такой вот будет короткий вложек отключать буду сидеть резать яблоки а вас еще раз благодарю за просмотры за подписки за лайки увидимся в новых влогах до конца